Всем привет, друзья! Это Тупо Бар, и с вами Библия Бармена, меня зовут Дима. Мы очень рады тому, что количество просмотров и подписчиков увеличивается с каждым днём. Мы вам очень признательны. И наша новая тема – это абсент ксента. Ксента абсента – именно так произносится по-итальянски название данного бренда. В Италии произносится абсент именно так – абсента. Кто не знает, что такое абсент, у нас есть выпуск вот здесь про него. Смотрите, там всё подробно рассказано. А сегодня мы поговорим именно про бренд. Три разновидности в линейке существуют. Это классическая, зелёненькая такая, подкрашенная, 70% крепости. Есть ещё ксента distal, это 50% и ксента superior. Попозже скажу отличия небольшие. Классический абсент. На сегодняшний день ксента является чуть ли не самым популярным абсентом в России, да и в мире он достаточно популярен. Содержание туйона здесь соответствует нормам – до 10 мг на килограмм. Да, всё правильно. Туйон – это такое психоактивное вещество, о нём мы тоже говорили в выпуске про абсента. Здесь что у нас на этикетке? Изображена полынь, поскольку это основа любого абсента. Полынь, вот она написана, Артемизия по-итальянски – это полынь. Из Альп-Италии, то есть Альпи-Итальяне написано. Процентное содержание алкоголя. Биттер кондели Альпи – это значит горький с Альп. Всё то же самое. По сути, на этикетке информация о бренде небольшая и о составе. Вот здесь по бокам можно прочитать, что из чего состоит. То есть абсент, кориандр, корица, лакрица. Вот с двух сторон здесь есть. На этикетке изображено, можете ознакомиться. Так, поехали к истории. В 1906 году в близлежащих областях города Монкальери семейство Фроттелли Ферреро Ди Рикардо построило завод по изготовлению вермутов и настоек. Экономически выигрышным являлось это место благодаря тому, что оно располагалось рядом с мощным промышленным центром Турином. Завод был достаточно мал по площади, но это не мешало ему производить высококачественный вермут и абсент. В 1960-х годах в Италии случился кризис, который повлек за собой продажу предприятия канадской компании Сиграм, владевшей на тот момент уже огромным количеством винокольных заводов по всему миру. Эдгар Бронкман, возглавивший корпорацию в 1990-е годы, очень активно начал развивать свою компанию при помощи рекламы, на что ушло далеко немало средств. В 1992 году Карло Вернияно, являющийся техническим директором итальянского филиала Сиграм, перекупил построенный завод в Монкальере. Вернияно провел анализы выхода на мировой рынок и, основав фирму Торино Дистилати, занялся раскруткой производимых брендов. Это и привело к популяризации абсента Ксента, особенно на территории России, поскольку здесь настойки ликера являются весьма востребованными. Здесь у нас еще на бутылочке есть информация такая, 1926 год. В истории вышерассказанной неупомянута данная дата. Эта дата связана с разработкой как раз-таки оригинального рецепта данного абсента. То есть именно в этом году разработчики, так можно если сказать, пришли к созданию вот этого рецепта, который производится до сих пор. Почему он такой зеленый, ярко-зеленый? То есть, насколько известно всем, настоящий цвет абсента он зеленый, но более мутный, не такой яркий. И со временем, по сечении пары месяцев, он выцветает и становится желтым. Это естественный, не подкрашенный абсент. Здесь абсент может стоять годами таким же зеленым, таким же ярким. Вот это означает, что используются пищевые красители. То есть, как вы понимаете, пищевые красители неплохо, просто многие производители считают, что это не показатель супер какому-то премиум классу. Хотя большинство продуктов подкрашиваются, в этом ничего такого нет. Хотел сказать про Xenta Distilled и Xenta Superior. Это две другие разновидности данной линейки. Xenta Distilled – это полностью прозрачный в такой же бутылке абсент, 50-процентной крепости. Почему он так называется? Потому что его перегоняют. Настой, получаемый из полыни и других трав, рецепт абсолютно такой же, просто перегоняется. Соответственно, крепость чуть-чуть уменьшена, разбавляется чуть-чуть водичкой. Или не разбавляется? Да, разбавляется. Все разбавляется. И он приобретает прозрачный цвет из-за того, что в процессе перегонки, естественно, продукт обесцвечивается. А данный же абсент, он не перегоняется, используется спирт, настой. И полученный настой полыни смешивается с остальными травами, доводится водичкой и получается вот такая вот настойка. Xenta Superior – это, по сути, тот же самый абсент. Единственное отличие, что там бутылка другой формы, более такая квадрачная, и цвет более естественный. То есть именно в Xenta Superior не используется никаких пищевых красителей. И в бутылку кладется веточка полыни специально, как показатель супер премиум класса. Вот, такой более мутный, зеленоватый. Если что, у нас фотки есть на сайте в разделе Xenta Absent. Очень мне не хочется пить абсент сегодня пробовать, да, но это же традиция у нас с вами. Поэтому смотрите, смотрите, что я подготовил. Здесь у нас есть обычный корзилл, то есть ликерная рюмка. Существуют также отдельные рюмки для абсента. Можете посмотреть вот здесь вот ссылочку, как у нас на сайте выглядит примерно похожая рюмочка. Здесь ликерная рюмка. Мы ее можем использовать для того, чтобы попробовать абсент. Обычно абсента наливают порциями не по 40-50, как принято для крепкого алкоголя, а вдвое меньше порции – 20-30 мл. Дегустируется всевозможными способами. Очень много способов. Мы, естественно, покажем самые, которые вы любите все. Это вот с трубочкой, с поворами, вот это все. И классический. В рюмке мы пробовать ничего не будем, потому что я просто показал вам, что из нее можно пить. Так, дальше. Классический способ подразумевает, что вот такая ложечка для абсента существует. Прям специально придумали ложку для абсента. Опять-таки у нас есть тоже про нее. Тут появится, пожалуйста. Спасибо товарищи оператору. Вот так кладется на бокал. Порция абсента наливается внутрь бокала. Я извиняюсь за грубый, значит, налив. Вот. Допустим, у нас в бокале есть абсент. Сюда кладется кубик сахара, как правило, тростникового. Здесь вот вы видели на ложечке такие дырочки есть. Мы наливаем через них вот так вот воду. Через сахар она вот так проходит. Абсент немножечко разбавляется, чуть-чуть подслащивается. Хотя абсент, он и так уже сбалансированный достаточно. За счет этого свою популярность тоже и обрел. То, что он считается именно сбалансированным самым. Там есть лакрица, которая своей сладостью немножко перекрывает излишнюю горечь. Все, здесь сахар подтаивает. И через него водичка прокапывает. Что это значит? Что я забыл, что это значит. Сейчас, где у меня? Вообще принято одну часть абсента и три части воды разбавляться. То есть, чтобы было приятнее пить. И сахар, видите, он подтаял, проник в бокал с абсентом. Таким образом, у нас сам абсент становится более пипким, подразбавленным и подслащенным. Просто для более мягкого питья. Все, здесь у нас все так проникло. Можно подмешать, а можно не подмешать. И можно бахнуть. Можно и не буду. Очень люблю абсент, конечно. Очень. Это мой любимый напиток. Самый популярный, ваш любимый способ, друзья. Тот, который знают все. Берем салфеточку. Протираем пот и выбрасываем. Теперь абсент. Это очень важный момент. Абсент у нас куда наливается? Наливается вот сюда, в снифтер. Не в коньячный бокал, а в снифтер. Буду всю жизнь поправлять всех. Хотя, какое мне дело? Говорите, как хотите. Все-таки салфеточка понадобится. Только желательно не та уже не использованная. Я взял железную трубочку. Это будет интересно. Вот смотрите, один конец у меня торчит. Конец трубочки. Вот один торчит. Один конец вот ко мне выходит. Я буду с этой стороны пить. Далее, что мы делаем? Мы поджигаем. Будем вдыхать пары. Можно вдыхать до, можно вдыхать после. Сейчас как попрет, так и сделаем. Поджигаем абсент. Таким вот образом. Все, вот он горит. Желательно его вот так вот прокрутить, чтобы бокал нагрелся. Но слишком долго лучше не держать. И горящий мы вот сюда переливаем. Вот таким образом закрываем, чтобы прекратить поступление огня. Как я красиво разговариваю, кажется. Ждем 5 секунд. Бокал насыщается парами. И вот сейчас мы поставим его вот сюда на трубочку. И через эту трубочку все пары вдохнем. Не носом, вдыхать надо ртом. С Богом. Накрываем, дышим парами. О, Господи, за что? И запиваем вот этой штукой. Очень легко пьется. В чем прикол такого метода? Я не знаю, в чем прикол такого метода. Но люди очень любят штыриться от этого. Не, ну вставляет хорошо. Вот здесь очень прогревается все в горле. Хотя мне не холодно было, как вы видели. Салфетку я уже одну потратил. Еще одну придется. Подогретый напиток на самом деле не такой крепкий получается, как если пить его просто чистым. Без вот такого способа. Я чувствую просто горечь и боль от жизни. Ладно, нет, на самом деле все, я преувеличиваю. Есть любители этого напитка, поэтому нисколько не приезжаю его достоинству. Тем более исторически. Там тоже ребята очень сильно постарались, чтобы он завоевал свою популярность. Раз люди любят, как говорится, а что нет? Вот, поэтому, поэтому отметки вкусовые по нагретому абсенту тяжело дать. Горечь, тепло, больше ничего не чувствуется. Травы, все, что могу сказать. Пил чистым. Очень много описаний там. Яблоко, лайм, вот это все. Вот правда, я ничего не чувствую, никаких ни яблок, ни лайма. То есть все, что зеленое, назвать я тоже могу. Но понятно, что это травяной максимальный напиток. Все, что я чувствую, это полынь и анис. Чуть-чуть сладости в конце чувствовал. Какие яблоки, какие лаймы. Скорее всего, они там действительно где-то можно расчувствовать. Но это, знаете, такое, я не буду врать и говорить, что это все ванильная бочка и так далее. Поэтому, что лично я не люблю абсент, как вы поняли. Но люди любят. Каждый день у нас покупают здесь миллионы просто абсента. Пьют за баром. Ну, собственно, мы вас тоже ждем. Пить, пить из чего можно. Знаете, с чем? Отлично сочетается с соками, особенно апельсиновым, грейпфрутовым, ну вообще цитрусовыми, любыми соками. Отлично сочетается с содовой, со спрайтом. То есть в любой лонг зайдет отлично. В коктейлях присутствует, но, знаете, добавить 2 мл в любой коктейль будет чувствоваться как не знаю что вообще. Поэтому экспериментируйте. Если есть вопросы, с чем смешать, пишите в комментариях. И вообще, чего чаще пишите в комментариях. Мы очень рады вам отвечать. Вот, поэтому выпуск был короткий, но информативный. Я еще и прибухнул. Что забыли, что забыли? У нас же был конкурс про пироль-то, помните? Два, две недели назад получается. Итоги подведены. И, естественно, смотрите все внизу в описании. В описании есть победители. И мы с удовольствием отправим им призы. Все, всем спасибо, всех любим, пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!